Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайф. И у нас с вами небольшая рубрика по комментариям. И поговорим мы про Вику. Ну, раз Вика актриса их канала, почему бы нам не поговорить про Вику? При том, что в комментариях у меня очень много написано про Вику. Ну что, ребят, поехали! На Вике эта маленькая курточка выглядит как слюнявчик. Я тоже того же мнения. Куртка действительно сидит на ней очень смешно. И Вика ведь сама вроде как говорила, что там фигура у неё немного не такая всё-таки после родов. Ну и с этим не поспоришь. Правда же, ребят, тут не важно. Ну, неужели она сама не видит, как она нелепо и глупо смотрится в этой куртёжке? Она не то, чтобы на ней как слюнявчик, а, вы знаете, как, ну, топик какой-то. Разве куртка может быть топиком или топик курткой? Ну, вообще, знаете, как Аня говорит? Ну, такое себе, да, такое себе. Хотя я даже знаю, откуда у Ани такие слова, такое себе. Ну, она же рассказывала как-то на стриме, что залипала на Судаковой. Судакову смотрела. Тут всё понятно. Ну и дальше. Шерепа сначала Вику выставляет, а потом типа защищать начинает. Вику на эмоции разводит. Сына её постоянно используют. Вы знаете, я думаю, что Анька даже потом Вике говорит, когда та читает комментарии, что «Да ладно, ты что? Это просто пишут хейтеры. Это просто такие люди, которые постоянно чем-то недовольны». Вы знаете, любая нормальная мама никогда бы не позволила снимать своего ребёнка на сомнительных каналах. При том, что у них в комментариях практически нет никаких позитивных комментов. Один сплошной негатив. Что они показывают, о чём они говорят, то им и пишут. И как может здравомыслящий человек, любящая мать, своё чадо отдавать под камеру? Ну, я вот правда не могу такого понять. Ни за что бы на свете я не позволила. Кому бы то ни было, даже своим лучшим друзьям, если бы они были блогеры, снимать своих несовершеннолетних детей. Ни за что на свете. Поэтому Вике можно что угодно думать, а Аньке, естественно, говорить только, что ей выгодно Вике. Ну, а этой мамашке бестолковой нужно как можно раньше включать свой мозг, а не делать то, что ей приказывает Анька. Ну и дальше. В Германии никто своих детей в Ютубе не показывает. У украинок за два года в Европе отобрали 255 детей. Вика глупая. Потом будет спрашивать, а меня за что? Очень бестолковая мамаша. Да, ребят, я тоже смотрела и читала, и я не понимаю, как вот так вот можно относиться к собственному ребенку. Вместо того, чтобы заниматься с ребенком, находиться больше самой с ребенком, она таскается к подругам, таскает за собой ребенка. А ведь ребенку и питаться нужно, и правильно питаться. И ребенком нужно заниматься и развивать его для того, чтобы он учился хорошо разговаривать, чтобы он понимал все, что в его возрасте нужно понимать. Ну и дальше. Эту Вику немного жалко. Видно, что она неуверенный в себе человек и прибилась к Аньке с Настикой, чтобы не чувствовать себя такой одинокой. В центре для женщин, где она живет, оказываются не от хорошей жизни. Наверняка ее муж был абьюзером, и она вынуждена там искать от него защиту. А эти две подружки используют ее и мальчика для контента. Если бы эта Вика была немного умней, она бы занялась своей жизнью и развитием сына. Мальчик очень отстает в развитии, а психологини ей вряд ли в этом помогут. Ну, на самом деле, мальчика я обсуждать не стану. Это ребенок, и я не знаю, насколько там он развит, не развит. Это, собственно, уже не ко мне. Но то, что мамашка бестолковая, согласна я на все сто, что если бы она была умнее, она бы занялась и правда своей жизнью и развитием сына, если она настоящая мать. Ну, а то, что она, скорее всего, слабохарактерная и неуверенная в себе, вот она и прется к таким вот девахам. И вот такой вот Викой прекрасно управлять, такой вот Аньке, которая привыкла всех подминать под себя. И у нее хорошо это получилось с Викой. И контент есть, и халява тоже прибывает, и часто. Вика то в магазин сходит, продуктов купит, то какие-то подарочки, да, в виде жрачки привезет. Поэтому им выгодно и съемки, и есть, есть что поснимать, и халява тоже. Ну и дальше. Мамашке с ребенком было бы лучше встречаться с такими же мамашками с детьми, а не с двумя маргинальными девками. Ребенку нужно общаться со сверстниками на немецком языке. Для этого есть в Германии возможность. Если ребенок посещает детсад, то принято встречаться детям и родителям. Вот золотые слова. А мамашка, видите, тянется к маргинальным девкам. Ей с ними комфортно. А то, что ребенку некомфортно, так ей по барабану. Вот так потом, ребята, получается, что отнимают детей. Притом я понимаю, что она одна, и мужа никакого нет. Ну, по крайней мере, может быть, его и не было. Но мужчина был, ребенок же как-то появился. Но она сама подтвердила, что она одна, когда говорила, да, в видосе. И поэтому вот как она не боится. Как она не боится, находясь в другой стране, в другом государстве, вот на показ, да, выставлять то, что она постоянно путается с этим ребенком по гостям. И не занимается при этом ребенком, кормит всякой там картошкой фри, всякими вредностями, сладостями. И не может обеспечить ребенку здоровое, полезное питание и уход, занятия какие-то, игры. И игры – это не есть развлечение, там, покататься на каких-то карусельках, а это совершенно другое. И ребенку действительно нужен детский сад, общение с детьми. И правда, лучше бы общалась с мамочками, у которых дети есть, а не шастала бесконечно к девкам. Ну, а что, с девками покурить можно и выпить, да, без камеры. Ну, а что, самой же скучно, а если еще и правда характер никакой, и она поддается влиянию, то с этим все сложно. И вместо того, чтобы и Вике плясать под дудку Аньки, включала бы свои мозги. А то, конечно же, Анька ей может заливать в голову, что это все хейтеры. Да, это все они пишут от злости, от зависти. Ну, конечно, больно нам надо. При том, что дело касается ребенка. Вот я повторюсь, ни за что на свете бы я не позволила снимать своего несовершеннолетнего ребенка и показывать на весь мир. И я думаю, ни одна адекватная мама не согласилась бы на такое. Ну, а Вика поди неадекватная мама. Ну, может быть, она и адекватная. Но да, правильно написано было в комментарии, что она правда слабохарактерная и, видимо, одинокая в придачу. И вот поэтому ее и тянет вот к таким личностям, как Анька и Настя. А Анька, ну и правда, это, знаете, как написали мужик в юбке. Хотя-то она в юбке и не ходит, но все равно она под себя подомнет любого. Настяку уже подмяла, теперь еще и Вику. Короче, Вике нужно держаться подальше от этих девиц. Мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.